Всем привет, друзья! В общем, сидел я тут маялся от безделья и вдруг вспомнил, что у меня есть чем заняться. Короче, перекидываю фотографии своего мультфильма про Первую мировую, про Брусиловский прорыв. И что-то очень долго это все копируется. Ну и раз оно пока копируется, время у меня есть. И я подумал, а чего бы не сделать обзор на моих красноармейцев, которые пришли вот совсем недавно. И я подумал, раз время есть, то почему и не сделать. И давайте я открою. Короче, Первую партию я пропустил. Их раскупили. Потом они практически пропали. И вот все-таки мне помогли найти ссылку. Со второго захода я все-таки купил этих красноармейцев. И теперь наконец-то я могу посмотреть, что же это такое было. Где тут центр камеры у меня? Видно? Не видно? 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 Вот так, наверное, будет получше. Так, как мы видим, фигурки идут разобранные. Руки вставляем. Вторая рука у нас тоже есть. Эть! Я купил их 30 штук. Теперь уже точно мне хватит на все проекты. Эть! Так, голова. Уф, какая убогая. Блин, да. Голову надо будет менять. Так, руки, ноги. Слушай, такие хорошие, качественные руки и ноги. Надеюсь, что не только у этой фигурки, но и у всех остальных. Буденовка цвет не очень. И типа мосинки. Ну что, смотрим. Значит, вот он красноармеец. Причем, надо сказать, что я его не до конца воспринимаю именно как красноармейцем. Я его воспринимаю как фигурку солдата Красной Армии. На гражданскую войну она у меня сейчас немножко вторична в голове. Но в Польше 1920 год наши в такой одежде были, когда с Польшей воевали. И Финляндия. Это, конечно, не зимняя одежда. Но в Финляндии наши тоже были в похожей. Халкингол. Тоже, кстати, 1939. Уже, конечно, уходило. Но вот я помню, что даже еще в 1941 году попадались солдаты вот где-то в такой форме. Тут я могу ошибаться. Короче, в 1939 Халкингол. Мне кажется, я таких видел в хронике. На фотографиях. И в Финляндии они тоже должны подойти. Максимально это, конечно, подойдет на гражданскую и на Польшу 1920 года. Но я все-таки планирую в 1939 Халкингол. Короче, смотрим. Значит, форма напоминает Царскую Первую Мировую. Единственное, что добавили вот эти вот красные полоски. Не знаю, что это как-то правильно называется. Сзади. Так, по бокам. Кстати, а ноги китайцы не печатают? Нет, ноги еще китайцы пока не печатают. Внутри. Спина. Слушайте, на самом деле очень приятный, очень хороший принт. И так уж получилось, что раз я снимаю брусиловский прорыв, то, собственно, вот у меня солдат. Царская армия. И в теории, я думаю, что в гражданке может так получиться, что они у меня как раз пойдут друг против друга. И, ну что, да, конечно, у The Minifico, вот эта фигурка от Minifico, она, конечно, выглядит по качеству и получше. Но в целом я и китайской фигуркой доволен. Очень даже неплохо принт сделан. И по качеству она меня порадовала, то, как руки-ноги. Давайте я вторую. Вторую сейчас соберу, гляну, как там будет, насколько первая, может быть, удачно попала по качеству, может быть, вторая будет похуже. Так, щелк-щелк. Еще раз немножко щелк-щелк. Блин, насколько же убогие лица. Ну что ж, китайцы не могли нормальную физиономию сделать. Они же умеют. Буденовки, скорее всего, нужно будет поменять. Я вот что-то про фиолетовый цвет не помню, для чего они там нужны были. Нет, все, знаете, качество тоже очень хорошее. То есть, я так подозреваю, что все ноги прекрасно. Тугие, руки тугие. Замечательно, прям очень доволен. Винтовки странные. У китайцев есть очень хорошие мосинки. Собственно, вот нижняя цветная, это тоже китайская. Это не прикармовский какой-нибудь там овермолд. Это тоже китайская. И сделана она мне прямо очень нравится. Но вот в комплекте с этими, с другой стороны, здесь детализация поинтереснее. Получше, более тонкая работа. Может, тоже ничего. Ствол потоньше, поэлегантнее выглядит. Кстати, может быть, даже на этот тонкий ствол можно будет нацепить... Кстати, хорошая идея. Посмотри. От наполеоновских воин штык, может быть, даже сюда подойдет. Потому что здесь прям реально тонкий ствол. Здесь толстый. Сюда не подойдет. А вот на этот, может быть, даже смогу нацепить. Потом попробую. Ну, в общем, помостники не знаю. Тут могут быть разные мнения. Смотрите, какая вам больше нравится. Ну, а по фигуркам. В общем, мне эти красногвардейцы очень даже импонируют. Хорошо получились. Дизайн, качество. Все устраивает, кроме физиономии. Кроме физиономии и вот цвет буденок не очень. Я знаю, что они по цветам отличались в зависимости от рода войск. И я не знаю вот эти вот... Вот это странный немножко фиолетовый цвет. Голубой, синий. Куда они там могут отойти? Надо посмотреть. Может быть, я сейчас на экране потом при монтаже напишу, какой цвет к чему относятся. И я думаю, что буденовки можно будет заказать отдельно еще на Алиэкспрессе. В общем, ссылка на этих красноармейцев и на буденовки будут в описании к этому видео. Смотрите, может, что вам пригодится. Но у меня есть шанс, что вот белогвардейцы с красногвардейцами когда-нибудь схлестнутся. Или с поляками, или с финнами. В общем, где-то я их точно буду использовать. Мне они очень нравятся. Так что в мультике я их жду. 30 штук я их себе купил. И ни в чем себе отказывать не буду. Все. Это был короткий обзор пока. Ну вот пока я делал обзор, у меня с 60 до 80 процентов подскочил. Ну, еще время есть, короче, дурака повалять. Ну, а на этом все равно буду завершать. До новых встреч на канале. Всем удачи, счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.